Типовые дома, как таковые, в столице Чувашии уже давно не строят. В современных условиях проектирование домов даже на базе существующих серий предполагает экспериментальный и индивидуальный подход. О модернизации существующих и развитии новых прогрессивных направлений в индустриальном домостроении говорили на Совете по модернизации и технологическому развитию экономики республики. Строительство с технологической точки зрения – отрасль чрезвычайно консервативная. Это неудивительно. Длительную историю развития отрасли можно сравнить с историей развития человечества с опробированием различных материалов и технологий, в результате чего и сложились потребительские стереотипы. Строители крайне осторожны в выборе новых материалов или способов строительства. Тем не менее, инновации в строительных технологиях нужны, и многие в нашей республике активно их внедряют. За последние 6-7 лет вложили более сотни миллионов рублей в модернизацию своей базы. И сейчас могу однозначно сказать, что те каркасы на основе сарета, которые мы делаем, это самые легкие сооружения в республике и не только. Сегодня внедрена технология по производству пустотной силы, которой нет в республике. Скажу, что здание площадью 10 тысяч квадратных метров, построено с учетом этого железобитона, будет на 1100 тонн легче. Может быть, цифры не столь внушительные, но скажу, что 1100 тонн легче, значит, перевозки на 1100 тонн надо меньше совершить, меньше отравления будет атмосферы, значит, менее нагружены дороги и, самое главное, здание получается легче. В настоящий момент республика занимает лидирующее положение по наращиванию темпов строительства среди регионов Приволжского федерального округа. Министр строительства отметил, благодаря тому, что восстановлено крупнопанельное домостроение, удается строить 300 тысяч квадратных метров жилья в год. Каркасного и сборного монолитного – около 280 тысяч квадратных метров. Более 230 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья. Мы сегодня располагаем мощностями, которые позволяют строить объекты любой сложности, как в промышленности, в социальной сфере, так и в жилищном назначении. Тем более, что отрасль не стоит на месте. То есть сегодня завершена, можно сказать, программа модернизации завершена на научно-пасажском заводе строительных материалов, то есть в октябре 2012 года завод запустил новую импортную линию по производству лицевого кирпича, общей мощностью порядка 30-35 миллионов штук кирпича в год. Кроме этого, в Красноармейском районе летом откроется новый завод по производству облицовочного кирпича, который полностью обеспечит нужды республики. У нас самое лучшее сырье по сравнению с Татарстаном и в других регионах. Мы имеем три карьера, превосходная глина, и как красная глина, и светлое сгурчатое, и трепел. Все у нас есть для выпуска хорошего облицовочного кирпича. И плюс современная технология. Это дает хорошие предпосылки, что будем мы конкурентными сегодня любым заводам, которые сегодня есть в Российской Федерации. Предполагается, что мы у себя будем использовать половину мощности, только в пределах 30 миллионов. Если мы будем строить миллион квадратных метров хотя бы, я прикидывал, если из них 70% будем из кирпича строить, то нужно будет 35 миллионов штук облицового кирпича, чтобы их облицевать. Поэтому остальное будем экспортировать. На сегодняшний день в республике работает 8 круглогодичных и 7 сезонных кирпичных заводов. С проектной мощностью около 310 миллионов штук кирпича в год. Также работают 7 заводов и производств по выпуску сборного железобетона. Общей проектной мощностью около 500 тысяч кубов условных изделий в год. Вот только непонятно, почему плановые показатели жилищного строительства этого года выполнены менее чем на 70, а в отдельных муниципалитетах на 60%. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.